Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого и очень коротенькое видео о том, как сделать национальный парк. В первую очередь, на самом деле, я даже это скорее для себя записываю, потому что я постоянно забываю о том, где его надо ставить, каким образом, а эта штука очень классная. Я думаю, многие из вас думают, что это чисто для тех, кто хочет победить туризмом. На самом деле нет, потому что национальные парки дают от 1 до 2 очка довольства. До 2 очков довольства. И в конце, на последнем этапе игры, это одно из лучших средств, чтобы повысить довольство в городах, тем более, что для этого можно использовать как раз не очень нужные клетки. Город, владеющий национальным парком, получает 2 очка довольства, а 4 ближайших к национальному парку города еще по одному очку довольства. Чтобы построить национальный парк, нам понадобится натуралист, который открывается в охране природы, после чего его можно купить за веру в любом абсолютно городе. К этому моменту веры у нас должно быть дофига, и тратить ее, в общем-то, будет не на что, наверное, кроме великих людей. В принципе, когда вы выбираете натуралиста, то вам подсвечивается, где вы можете построить национальный парк. Но у меня проблема в том, что я их заранее никогда не планирую. А к тому моменту, когда у вас появляются натуралисты, скорее всего, нужные клетки вы используете, и у вас просто не будет возможности построить национальный парк. Поэтому, как, в принципе, очень многое в 6-й Циве, как районы, ромашки и так далее, национальные парки надо планировать заранее. 4 правила, которым мы должны следовать при постройке национальных парков, и которые мы должны держать в голове заранее до того момента, как мы их построим. Первое правило, в общем-то, вы видите сейчас у себя на экране, по-моему, оно тупое. Национальные парки строятся вот таким вертикальным ромбом. Не знаю, почему горизонтальным невозможно было сделать у Фераксис. Почему именно вертикальный должен быть? Какая в этом сложность или ограничение, мне непонятно. Понятно, что пускай 4 клетки будет. Окей, но почему нельзя было сделать горизонтальным? Фиксим. Ладно, только вот такой вертикальный ромб. Второе правило. Все клетки национального парка должны принадлежать одному городу. Видите, в данном случае Дормуте. Если я сейчас эту клетку передам Маре, то обратите внимание, все, национальный парк здесь поставить невозможно. Так что, если вдруг вы думали, что вот тут где-то я могу поставить национальный парк, но он почему-то не проявляется, просто проверьте, принадлежит ли клетка тому городу, где вы хотите его сделать. Все, теперь уже можно ставить. Например, я явно могу еще вот здесь национальный парк поставить, но видите, эта клетка никакому городу не принадлежит. Если я ее выкуплю, то, хопа, и здесь. То есть два национальных парка вполне можно вот здесь ставить. Третье тоже очень важное правило. Клетки не должны быть обработаны. Ни одна из этих клеток не должна быть обработана. Если я здесь сейчас поставлю ферму, то нацпарк здесь уже не ставится. Кстати, если бы я здесь посадил лес, то нацпарк бы ставился, потому что посадка леса не считается обработкой клетки. Ну и, наконец, последнее, самое главное правило. Клетки национального парка должны иметь престиж либо потрясающий, либо притягивающий. Почему самое главное? Потому что вряд ли вы сможете такие клетки сделать. Потому что все остальные условия вы должны, ну, можете сами создать. А вот потрясающий или притягивающий, это уже скорее как карта сгенерируется, и вы должны это контролировать. Более того, клетки эти могут быть вместе находиться. То есть и притягивающие, и потрясающие. Вот здесь, видите, если я ферму уберу, то тут одна потрясающий престиж и три притягивающие. Все равно здесь ставится национальный парк. Более того, эти клетки влияют на количество туризма, который будет этот парк выдавать, когда вы его поставите. Например, здесь вот все притягивающее, ставим национальный парк, первый в мире на этой карте. И можно проверить, что туризм здесь будет накапливаться самый максимальный, 16 очков туризма. Это складывается по 4 очка за каждую клетку потрясающего престижа. Вот если я наведу, вы видите, престиж потрясающий в скобочках 4, оно все 4. Если бы я здесь поставил, то тут было бы 3, 3, 4, 3. Было бы, значит, 9, 13 очков туризма. Если вы играете через культурную победу, то национальные парки вообще просто строго обязательны. Вы заранее должны их планировать. Если вы не играете через культурную победу, то национальные парки крайне желательны, потому что дают много довольства вашим городам. Покажу, что в Дармуте два довольства от национального парка, а в Маре и во всех остальных еще четырех городах будет по одному довольство от национального парка. Тут даже, кстати, не особо зависит от расстояния. Просто 4 ближайших города получают 4 довольства от национального парка. Более того, этих национальных парков, как видите, в городе можно сколько угодно ставить. И хоть выглядит, что это как будто один национальный парк, но на самом деле довольство складывается. Видите, 4 довольства, и каждый из этих национальных парков получает свой, дает свой туризм. Опять же, как я говорил, 16 очков, а тут 13 очков. Так что пользуйтесь национальными парками, заранее их планируйте в тех местах, где у вас много престижа. Если вы хотите победить культуру, то они вам строго обязательны. Ну, обычно, кстати, чаще всего они возле гор строятся, потому что сами по себе горы много престижа дают. Но много престижа, например, и тундра дает. Вот, например, если вы не какая-нибудь Россия или Канада, то тундра вам вроде как ненужные клетки, а к моменту появления национальных парков вы можете эти клетки использовать для строительства парков. Надеюсь, это кому-то поможет. Заранее эти клетки как-то огораживайте. Потому что я поставил в своих играх, дохожу до натуралистов, и думаю, господи, где меня нацпарк поставить? Я думаю, что в моих играх вы очень редко видите нацпарки, хотя это очень классная штука для увеличения довольства и туризма. И я в первую очередь это видео даже делаю для себя, чтобы оно в голове у меня лучше отразилось. Чтобы оно в голове у меня лучше отложилось. На этом все. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.